В Донецкой области относительно спокойно взрывы раздавались со стороны Авдеевки, Опытного и Водянова. В СНБО сообщают, впервые с момента прекращения огня были использованы грады. Бои с применением стрелкового оружия шли в районе Марьинки и Красногоровки. Однако интенсивность обстрелов значительно снизилась, отмечают обе стороны. Детальнее о ситуации на Донеччине Светлана Павлюкова. Ночь в Донецкой области прошла без единого выстрела, сообщают в СНБО, чего нельзя сказать о вечере накануне. Вчера, чи не вперше, с початком перемирия, незаконные збройные формирования сградов. Близько 20-30 обстреляли Авдеевку, тоненькие, опытные. Под обстрелом оказалась и Горловка. Стрелковые бои шли в районе Марьинки и Красногоровки. Спокойно люди себе жили. Нет ни крыши, ничего нет. Село Широкино вблизи Мариуполя находится на берегу Азовского моря. Каждое лето сюда приезжали отдыхать много людей. Сейчас местным жителям негде принимать гостей. Будем как-то выживать. А что делать? Надеюсь, что скоро это все закончится. Страх и ужас просто-напросто. Это словами не передать. Я даже не знаю, где мать моя. Я уезжал, тут моя мать была. Но сказали, что двухсотого не было. Где-то, возможно, у соседей. Многие покинули свои дома из-за непрекращающихся обстрелов. Пожилые люди отказываются уезжать из родного села. Живу, никуда не поеду. Умру тут. Никуда. Вот потихоньку. Обустраиваюсь, мусор увожу. Все равно сюда кто-то приедет с моих. Дети. Внуки. Во время боев под Широкино Евгения взяли в плен. Было там утреннее, утром наступление. Там переходила Широкино из рук руки несколько раз. Ну, чаще Широкино. И получилось, был подбит БТР. У меня там была легкая контузия. Ну, вот так вот, собственно, попал в плен. Накануне эти бойцы доставались под руин Донецкого аэропорта тела сослуживцев. Сейчас они ищут погибших в боях под Добальцево. Достаем своих погибших. В аэропорту здесь сегодня искали. В самом Добальцево уже больше недели не приземляются снаряды. Люди с ужасом вспоминают обстрелы. Это непереносимо. Я уже мужу говорю, до того давили, чтобы выйти на улицу и кричать. Просто кричать. Относительно спокойные в Донецке взрывы слышны только со стороны аэропорта и поселка Октябрьский. А это Киевский район. Здесь множество разрушений. Во время интенсивных обстрелов снаряды прилетали сюда ежедневно. Вот эта газовая труба, вот эта, вот эта. До неба шипела. Тут четыре скорых. Это уже поменять успели трубу. Да, сразу, ого, вообще. Молодцы, работают. И вообще ординарные. Да, они работают лучше, чем в мирное время. Тут все герои. Все. И газовщики, и электрики. Заварили. Гляньте, какую трубу. Крайнем подъезде дали свет. Крайнем. А тут все сгорело. Не знаю. Дадут, не дадут. В этом районе в каждом доме живут по 10 семей максимум, признаются местные жители. Люди вынуждены были бежать от постоянных обстрелов. Тепло в дома возвращается. Кое-где появилось электричество. Светлана Павлюкова, Телеканал Донбасс.